Хоба! Привет, с вами доктор Влад. У нас плюс 22, солнышко с утра. Ну ладно. Комментарии интересные от Зины. А про Туркменистан не верьте. Сегодня ходила в салон на покраску и укладку. Косметика даже в продуктовых магазинах. Не пойму зачем врать, это те, кто хотел на трон. Но я вам вчера рассказывал, якобы в Туркменистане вообще чуть ли не ловят женщин, которые пользуются косметикой. Ну вот так. А, ну вот еще новость интересная от Брониуса. Выдал сестру замуж. Было весело. Да, весело было Брониусу. Поздравляем его сестру. Так, ладно. Новости, новости. Так, это у меня Яхо. Новости. И что такое? Значит, Путин считает, что его миссия на Украине – восстановление российских земель. Ох ты! Так, а Байден? Байден посылает 1 миллиард, значит, в Украину. Ну, помощь на 1 миллиард долларов. Ну, не рублей же, конечно. Да, вот еще раз, это уже русский источник. Байден объявил о выделении военной помощи Украине на миллиард долларов. Ну, ладно, хорошо. Это хорошо. Зеленский согласился участвовать в саммитах G7 и НАТО. Вот так Зеленского приглашают. Хорошо. На встрече «Рамштайн-3» объявили о поставках нового оружия для Украины. Министра обороны около 50 стран в Брюсселе обсудили военную помощь Украине. Это была третья встреча в формате «Рамштайн». США и другие страны сообщили, какое вооружение будет передано Украине. Ну, тут целый список, ребята. Очень много серьезного вооружения. Так. Песьков заявил, что попытки США задушить санкциями Россию не срабатывают. Мы Пескова душили, 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 душили. Ах, Пескова. Песковых. Так. Вице-премьер России счел рубль переукрепленным. Ну, пора сжечь рубли. Ребята, все. Завтра Путин скажет. Ждите рубли. Он слишком крепкий стал. Так. Это что? Опять Яха Ньюс выскочила. Олигарх. Олигархом они называют. Романа Абрамовича. Олигарх Роман Абрамович передал право собственности на свои роскошные самолеты в 400 миллионов долларов. Своим детям. В том же месяце, что интересно, что и Россия вторглась в Украину. Вот так. Так. Это что такое? Газпром чего остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Сименс. Ну, я вам вчера еще рассказывал. Так. Еще раз. Газпром начал сокращать подачу газа в Европу по северному потоку. Это по простому северному потоку. Не два. Так. Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует. Отсутствует. Ну, а кто с тобой будет говорить-то, Песков? Сиди там, смотри на свои часы. Казахстан не отказывается от союзнических обязательств перед Россией. Однако, республика не будет нарушать действующий санкционный режим. Заявил президент страны Касым Жамарт-Такаев. Вот так. Так. Дружба дружбой. Служба службой. Да. Деньги в рост. Так. Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов за 1000 кубов. Ах, с ума сойти. С ума сойти. Газ. 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 Глава Пентагона заявил о переломном моменте на поле боя для Украины. Ну вот, ребята, так и говорят. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Июнь, максимум июль. И всё. Так. Названа самая конкурентно способная экономика мира. Это ДНР, что ли? Нет. Я увидел букву Д. Подумал ДНР или ЛНР. Нет. Дания, ребята. Считается Дания самая конкурентно способная. Ну, это хорошо. Так, в Бри, в Бри, в Британской гимнастике разгорелся секс-скандал. А, они уборщика взяли русского. Ну, сразу секс-скандал. Чё? Дважды ревакцинированный Фауччи заразился коронавирусом. Это кто такой Фауччи? Фауччи, это американец, медицинский советник Белого дома. Ах, вот это да. И главный советник президента Байдена. Вот оно как. Так. Ещё директор Института инфекционных заболеваний. И дважды ревакцинированный. И пах. Вот так, ребята. Путин наградил посадивших 26 лет назад самолёт без двигателя лётчиков. Ух ты, надо ему ещё Александра Невского наградить. Да, обязательно. Орденом Кадырова. Угу. Так. Эппл возглавил рейтинг самых дорогих брендов, сместив с первого места Амазон. Вот оно как. А на третьем месте Волгоградский Кроватный. Да. Пляжи Анапы заполонили снеговики из водорослей. Какая-то фигня. Ну, ребята. Ну, вот новости. Других нет. Бегущий жираф попал на видео в Москве. Да это Прохоров побежал просто с утра. Ну, знаете. Двухметровый. Да, этот. Прохорова. Да. Хорошо. Так. Это что такое? Ну, вообще. Вот открылось, но ничего нету. Это что-то такое новенькое. Такого у меня ещё не было. Мне просто интересно, что тут может быть. Так. Бегущий жираф. Громкий процесс над насильниками и убийцами. Да и чёрт с ним. Россиянина задержали по делу об изнасиловании дочери в сарае. Ну, что это вот это вот под тверью? Какой-то кошмар вот, ребята. Так. Хорошо. Головой об асфальт. В Смоленской области драка возле бара привела к серьёзным последствиям. Вы уже поняли, да? Так. Первый случай оспы обезьян выявлен в Грузии. Ну, туда вот русские поехали и сразу оспы обезьян. Да. Так. Самый дорогой стенд на ПМФ. Ну, вот это. Вы знаете. Форум. Гигантская танцующая пищевая сода за 400 миллионов рублей. Да, вот танцует сода. Это какая-то чушь вот эта вот, а? Хорошо, ладно. Что ещё? Захарова. Двоеточие. Попытка Киева обвинить Россию в обстрелах Донецка за гранью добра и зла. Вас вообще-то местные в этом обвиняют. Я вам говорил, что Донец обстреливают из самого Донецка. Прикиньте, да? И вот комментарий. Вы когда говорите, Мария Захарна, создаётся впечатление, что вы бредите. Так. Сбербанк предложил допустить самозанятых до параллельного импорта. Ага. А вот и челноки. Зашибись, что не 90-е. Да, опять будут челноки. Украина проигнорировала российский ультиматум о сдаче Северодонецка. Да, там битва идёт за Северодонецк, ребята. Путин наградил орденом Жукова военных 239-го танкового полка, причастных к убийствам и изнасилованиям мирных жителей под Киевом. Ну вот так, ребята. Украина оказалась в поворотном моменте на поле боя, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в Брюсселе. Ну да, вот я вам уже говорил. Вот поворотный момент сейчас. В Тюмени открыли уголовное дело против мужчины, который покушался на жизнь президента России путём протыкания иголками восковые фигуры, изображающие президента России. В качестве меры пресечения выборено содержание под стражей. Да. Вы прикиньте, покушался на Путина. Я тут комментарий тоже написал. Есть города хорошие и плохие. А ещё есть Тюмень. Я в Тюмени отрубил после института, да. Сплошные жлобы, если кто не знает. Так. Евросоюз подписал в Каире соглашение с Израилем и Египтом о поставках в Европу сжиженного природного газа. Газ добывается в Израиле. Египет же обладает необходимыми мощностями для его сжижения и экспорта. Евросоюз поможет с добычей и геологоразведкой от России. Только, только вот, ну не надо России. Только не надо. Так, это что тут ещё? Каждый день погибают дети. Каждый день мы теряем 100 солдат, потому что вы не даёте нам тяжёлого оружия. Это Арестович обращается к господину Шольцу. Ну да. Так. В Магаданской области, которая заявила о желании восстановить ДНР, 82% дорог не отвечает нормам. В Хабаровском крае, чьи власти возьмут шефство над Дебальцево, 71%. Ну да, шефы. Ух ты, Филипп Киркоров на ПМФ тоже пригласили его. Мы в очень интересное время живём, с интересными большими возможностями. Ну вот он, восхищённый болгарин. Киркоров, да. Бизнесмен. С ума сойти. В Москве обнаружено тело, это я вам вчера говорил, генерала-майора СВР в отставке Льва Сацкого. Он работал с архивами и открыл многие документы о событиях перед Великой Отечественной войной. Ему было 90 лет. Вы спросите, что тут такого? А такого тут что? Такого тут то, что он погиб от выстрела в голову. Ну вот да. Вот, ребята, это тоже непонятно. В Узбекистане на жениха, ударившего невесту, из-за её победы в свадебном конкурсе, завели дело о мелком хулиганстве. Ну да, вот жених с невестой, он её как треснет по затылку за то, что она победила в конкурсе. Странно это, ребята. Уж на свадьбе-то. Так, что тут у меня ещё есть? А, офисным сотрудникам алкомаркета красное и белое запретили ходить без нижнего белья и топать в коридорах. Это вот, ну я не понимаю, что творится, ребята. Я же читаю его чёрным по белому. А вот это хорошая новость. Терченский мост является целью номер один после получения оружия. Это заявил генерал Марченко. Да-да-да. Оружие, вот новое оружие, да. Так. Суд назначил условные сроки полицейским, сломавшим ногу краснодарцу, который пытался перелезть через забор своего дома, потому что забыл ключи. Они ему сломали ногу, ему условные сроки. Ну, это Краснодар, ребята, это кубаноиды. Так, что тут ещё? А, вот интересное просто. Смотрите. Создатель беспилотника Байрактар. Значит, турецкий инженер. Зовут его Сельчук Байрактар. Да вот так вот. Так его и зовут. Он учился в США, а вернувшись на родину, сблизился с Эрдоганом и женился на его дочери. Он ведёт ещё твиттер. Нифига себе. Не знал я об этом. То, что мы увидели, шокирует. Заявил член комиссии ООН по расследованию событий в Украине после вторжения РФФ. Так, идёт сбор доказательств. Если информация с мест подтвердится, речь может идти о серьёзных нарушениях международного права. А вы ещё не поняли? Вы всё расследуете? Ну, расследуете лет пять, шесть. Ну, как же. Так, а вот Андрей Пианковский вообще тут опять разбушевался. Макрона, Шольца, Драги, поганой метлой вон из Киева. Пригласить Джонсона и Дуду. И объявить нофлайзон над Украиной. Ну, то есть закрыть, да, Украину, небо Украины. Английские и польские пилоты готовы сражаться вместе с украинскими в небе Украины. Вот так вот. Нет Гитлеру, нет Путину. Ну, хорошо. Андрей Андреевич. Да, Пианковский. Ну, вот интересный тоже момент такой. Сегодня, ну, это последний у меня. Сегодня в ресторане был какой-то корпоратив. Ну, какая-то женщина рассказывает. И один из японцев спросил у меня, не итальянка ли я? Я ответил, украинка. Все обернулись и начали хлопать. Я просто растерялась. Это вам, ВСУ. Вам хлопают в Японии. Ну, вот так, ребята. Всего хорошего. Пока. До встречи. С вами доктор Влад. С вами был Игорь Негода.